Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Туребаев Достанер Истанович. Я являюсь преподавателем Международной педагогической академии дошкольного образования. Сегодня мы поговорим о выдающихся деятелях. Ведь в истории человечества есть люди, имена которых помнят через многие годы успеха они добились в различных сферах жизни. В науке, в искусстве, в медицине, в управлении, в военном деле, во многом другом. Нас всегда учили тому, что биографию людей надо знать. Нужно учить историю в лицах. Но почему надо говорить детям о людях, которые добились значительных успехов в различных областях или в различных сферах жизни? Однако, смотрите, лучше всего портрет эпохи раскрывается именно через отдельных ее представителей. Ведь если обратить внимание на человечество, как на портрет эпохи, то он представляет собой продукт постепенного развития. Однако, вот не каждый народ обладает качествами, которые позволяют ему говорить о том, что он уже развитый, что он достиг наивысшей точки своего развития. Каждому народу чего-то не хватает. Ведь процесс развития, как мы уже поняли, он постепенный. И в данном случае появляются люди. Природа избирает таких людей, которые становятся уникумами. И начинают тянуть за собой остальное человечество, в кавычках тянуть. Ведь такие люди, показывая на своем примере, дают нам возможность достигать определенных высот. Показывать, что если человек не отступает от своих принципов, или он никогда не сдается, он всегда достигнет в своей жизни желаемых результатов. Сегодня мы костем все как раз-таки выдающихся деятелей нашей истории. И первый у нас на очереди будет Моцарт. Я расскажу вам немного о значительных моментах его жизни. О его таких уникальных моментах. Моцарт считался ребенком-гением, вундеркиндом. В Лондоне он был объектом научных исследований. Надеюсь, все Моцарты знают. Вот чудо-ребенка Моцарта отец часто возил по различным концертам, где Моцарт выступал. И для пущей зрелищности он закрывал маленькому Моцарту глаза, тем самым показывая, насколько у Моцарта одаренный слух. Однажды на концерте Моцарт выступал, и на сцену выбежала кошка. Маленький Моцарт не смог выдержать. Он прервал свое выступление, не обращая внимания на публику, и подбежал к кошке. Схватил ее, обнял ее и начал гладить. Отец в этот момент спешивался и сказал, что ты делаешь, вернись к клавиатуре. И малолетний Моцарт сказал, клавесин никуда не уйдет, а вот кошка может. Вот таким образом можно описать такой маленький характер Моцарта. Следующий у нас выдающийся деятель науки – это Хокинг. Это мой Хокинг, и все знают. Как и Моцарта, конечно. Когда ему было 9 лет, Хокинг отставал по учебе от своих сверстников. Через какое-то время он смог подтянуть свои оценки, но тем не менее только до средних баллов. А сейчас считался он самым умным человеком. При всей своей любви к науке Хокинг вообще не любил биологию. Он считал, что биология совсем не точная наука и предпочитал более точные науки. Так как с самого детства он любил и разбирать часы, и разбираться в технике. То есть он любил точность. И вот одним из главных достижений, что парадоксально, одним из главных достижений, которые он достиг вместе с Джимом Хартлом, он предложил теорию, была выведена теория из его научных исследований о том, что Вселенная, она не имеет границ. То есть она бесконечная. И вот это вот и есть парадокс. Ведь точность предполагает определенный конец, определенное начало, и мы знаем об этом процессе. А вот то, что Вселенная бесконечна, говорит нам о том, что эта вещь не подпадает под категорию, которую можно определить, которую можно определить с точностью. Следующий выдающийся деятель – это Коко де Шанель. Коллеги, у всех звук пропал? Проверьте, пожалуйста. Так вот, всем слышно. Если у кого-то звук пропал, обновите страницу, нажав F5. А мы продолжим. Коко де Шанель начинала как шляпный модельер. В начале своей карьеры, как можно сказать, карьеры, в начале своей жизни она хотела стать певицей. Как и многие тогда, тогда это было модно. Однако, через какое-то время, ее карьеру певице не удалось, она смогла открыть бутик со шляпками. И только потом уже перешла к карьере модельера и начала производить различные ароматы. Легендарный парфюм Шанель номер 5 вышел в 1925 году, в 1921 году. И вообще, Коко де Шанель хотела сделать такой аромат, который бы отражал запах женщины. И Коко де Шанель номер 5 вот как раз таки отражает. Первые флаконы были обычные в квадратной упаковочке в Париже. И еще одно замечательное, что она сделала, Коко де Шанель впервые вела в моду женские костюмы, которые популярны и мастхэв даже сейчас. И Ван Гог, последнее, о ком я хочу сегодня рассказать. Винсент Ван Гог, прежде чем стать художником, торговал предметами искусства. Его взяли на работу в художественную галерею, где он какое-то время работал, но через какое-то время его оттуда уволили. Потом он решил стать проповедником, как его отец, ну и на этом поприще потерпел поражение. Ну вот такая у него жизнь была. Что-то у него все не удавалось как-то. Но, тем не менее, он не оставлял попыток научиться рисовать красиво. И Винсент Ван Гог был самоучкой. Он самостоятельно ходил на различные кружки, но тем не менее вырабатывал свой стиль. И большая его часть работ Винсента Ван Гога была выпущена за 10 лет. То есть основная его часть. За 10 лет с 1880 по 1890 годы. То есть за 10 лет Ван Гог, можно сказать, врезал свое имя в память истории. За 10 лет. Вот о таких вещах можно говорить детям. Ну, то есть нужно их восхищать детей. Показывать, какие люди все-таки были. Что они тоже были недостаточно совершенными. Кто-то отставал науки. У кого-то что-то не получилось. Но, тем не менее, они не сдавались. Они шли вперед. И тем самым добивались различных успехов. Ведь если мы опустим руки, то ничего в жизни уже не добьемся. Ничем у себя не предъявим. Не покажем свою индивидуальность. А если мы будем постоянно двигаться вперед, показывая, на что мы способны, конечно, когда-нибудь в жизни чего-то добьемся. Ну, вот о таких людях я хотел рассказать. О выдающихся деятелях. Это люди, которые включены в наше пособие. История моей жизни. У меня на данный момент есть Ван Гог. Мне очень понравилась его биография. Здесь так красочно все представлено. Ну, его, конечно же, самое знаменитое, можно сказать, творение. Давайте побольше экрана злил. Так, все видно, да? Ну, обратите внимание, как он начинал творить. Тут описана вся его история. Много-много страниц о том, что здесь было. Вот у него отец был проповедником, мама была художницей. И Ван Гог пошел по стопам своей матери. Ван Гог был самым старшим в семье. И у него было три сестры и два младших брата. Потом он работал какое-то время. Потом его уволили. И в конечном итоге, но он достиг своих результатов, достиг успеха в своей жизни. Вот такое пособие очень интересно показывать, вдохновлять детей различными людьми. Давайте сначала вернемся в презентацию. Презентацию я даю вам для скачивания. Сейчас она доступна во вкладке «Файлы». Можете нажать на вкладку «Файлы» и скачать презентацию. Кому она нужна? Можно будет показывать уже детям. Здесь представлены уже некоторые страницы из этих пособий. Данные пособия представлены на сайте «Школа Семи Гномов». Сейчас со скидкой 25% по промокоду «МПАДА». Презентация доступна в разделе «Файлы». Можете скачать. Промокод «МПАДА» действует до 12 мая. У меня написано «Апрель». До 12 мая, конечно же, пособия доступны со скидкой 25%. Поэтому сейчас можете нажать на ссылочку и уже посмотреть, какие там представлены пособия и какую цену они могут вам обойтись. На этом все. Большое спасибо, что сегодня со мной были. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok